Каждая рекламная технология стремится отработать свою копеечку. И вот я вижу тренд большой, что у рынков массовых, что профессиональных, идет сейчас на контент-маркетинг. Наоборот, сейчас производителям нужны технологии и люди. И как раз где эти люди находятся? В соцсетях. Абсолютно точно. Те, кто с нами не знаком, агентство называется у нас Эвклид. Я предлагаю производителям познакомиться и сделать интервью плюс экскурсию по предприятию. Перестаем быть ресурсоснабжающей компанией и страной. Остановимся страной, которая производит конечный продукт. Как повысить продажи производителю? Этим вопросом задаются многие руководители бизнеса. Конечно, первое, что приходит на ум, это маркетинг. Сегодня в студии обсудим возможности интернет-технологий с владельцем агентства маркетинга Эвклид Евгением Костровым. Встречаем! Добрый вечер! Здравствуйте! Евгений, все моложе и моложе становятся люди, которые на переднем крае прогресса, особенно в маркетинге. Что нового, в чем, собственно, ваши компетенции, которыми вы продвигаете производителей, ну и вообще бизнес в интернет-среде? Ну, это молодой, наверное, потому что я побрился. Возможно! Все спрашивают, где у меня борода. Да, было раньше, я помню. Ну, технологии такие, что летом просто борода мешает, а зимой их греет. Если говорить про технологии вообще интернет-маркетинга, то есть надо делить все-таки маркетинг в целом и интернет. Мы больше упор делаем на интернет. Технологии меняются плюс-минус там каждый год, добавляется что-то новое, но принципы остаются те же самые. И мало кто что-то конкретное придумал. Если брать ситуацию до 2022 года и после, то ситуация кардинально поменялась для тех, кто занимается трафиком, лидами, продажами, то есть с помощью выстраивания систем интернет-маркетинга. Почему поменялось? Потому что у нас многие площадки ушли. Да, сети запрещены некоторые. Да, и, соответственно, российские у нас ВКонтакте стал еще мощнее. Ребята сейчас что делают? Они объединяют под рекламным кабинетом ВКонтакте MyTarget, то есть это одноклассники, мой мир ВКонтакте. Это все будет под одним, уже по сути не будет, оно уже внутри одного рекламного кабинета и будет развиваться в таком ключе, что там же, кстати, Яндекс Дзен, который сейчас просто Дзен. Все будет в одном рекламном кабинете. Очень сильно вырос Телеграм, если посмотреть аналитику, сравнение от 2022-2023 годов, очень резко пошел рост аудитории в Телеграме, поэтому кто еще не занимается, стоит обратить внимание на этот канал. И сейчас, в принципе, как тенденция рынка туда направлена, так и идет. Каждая рекламная технология стремится отработать свою копеечку. То есть даже те, кто занимаются брендингом, то есть формированием рынков и созданием охватов, все равно стремятся оцифровать вложенные деньги на то, чтобы понять, а сколько мы вложили, сколько заработали. Тот же Яндекс Директор анонсировал брендформанс, то есть это некая комбинация брендинга и перформанса, технологии, которые позволяют, допустим, вы сделали новую технологию для решения существующей проблемы, но люди ее не ищут в поиске. То есть вы не можете использовать таргетированную контекстную рекламу. Но это не боль клиента, грубо говоря, которую можно... Точнее это боль, они просто еще не знают, что так можно делать. И фактически проблемы-то все известны, они не меняются уже с момента существования человечества 200 тысяч лет. Все проблемы там плюс-минус боли уже есть. Меняются только способы их удовлетворения. И вот по сути, что Яндекс Директор сейчас предлагает? Он предлагает запустить статью, которую вы рекламируете, но оплачиваете только за тех, кто вовлекся. То есть дочитал статью, перешел и уже там отслеживается даже формат того, что он может зарегистрироваться, купить и что-то и так далее. Ну и слушай, это круто, мне кажется, с книжками так же бы. Купил книжку, но скучная оказалась, не стал читать и не заплатил за нее. Вот это прям инновация. Окей, ну это в случае, если мы брендингом занимаемся, то есть начинаем выводить новый бренд или какую-то новую услугу. Да, фактически, например, это может, знаешь, вот какой кейс рассмотреть. Допустим, ваш продукт дороже, чем у конкурентов. Если мы говорим про Дзен, мы говорим всегда или там о Яндекс Директе, вот этом промо-посты, как они сейчас называются. Мы говорим все-таки о рынках массовых, где продукт для широкой аудитории. Там очень важно понимать, что если ваш продукт, допустим, вот кейс, дороже, чем у конкурентов, вам нужно объяснить и отстроиться, почему он дороже. Это логично. Да, то есть вам нужно использовать контент-маркетинг. И вот я вижу тренд большой, что у рынков массовых, что профессиональных, идет сейчас на контент-маркетинг. И что это такое? Это, по сути, когда вы не в лоб рекламируете, а создаете вокруг бренда или своего там какого-то конкретного продукта, контент, который вроде бы вовлекает, развлекает, обучает, что-то делает, какое-то отношение, он вроде бы не продает, но при этом рекламирует. Ну, можно сказать, что это некий аналог продукт-плейсмента получается, потому что, ну, как кино создали для того, чтобы его смотреть, а в этом кино интегрировано, например, там Яндекс.Такси, да, и люди на нем счастливо доехали до куда-то, и в следующий раз человек, заказывая, говорит, а вот я в кино видел, поеду на Яндекс.Такси. Примерно так работает? В какой-то степени, да. Да. То есть вот смешной пример. Я вчера приехал к другу в гости, он смотрит на Ютубе блогера, два с половиной миллиона подписчиков на Ютубе, который, извините, вот за подробности, он реально ездит по помойкам и копается. И людям интересно смотреть, что он там находит. Это отдельный какой-то контингент людей, видимо. Да, да, да. Мне было бы неинтересно. Нет, он находит айфоны в этом дело. То есть люди удивляются, это вызывает недоумение, что люди выкидывают брендинговую одежду всякую и так далее. Но суть не в этом. Там, допустим, Скиллбокс размещает рекламу у него, что если ты не хочешь копаться по помойкам, получай новую профессию. Ну, противного, то есть. Да, да, да. То есть любой контент, можно теперь так, раньше говорили любой пиар, как бы это пиар, да, а тут получается любой контент. Да. Тоже... Главное вовлеченная аудитория и результат. Есть вот какие-то опыты и примеры, которые можно привести? Ну, я понял, вот этот яркий пример, да? Если мы говорим про производителей, вот, там, или, может, ярославских, я, потому что в целом не погружен, с какими вы работаете, тем не менее у вас какие кейсы, что называется? Ну, вот если говорить про контент-маркетинг, например, если мы возьмем Волжанина, одну из крупнейших птицефабрик России, у них огромный потенциал для того, чтобы создавать любой контент, связанный с результатом того, что хотят получить их клиенты. То есть, что хотят получить их клиенты? Это готовый, там, да, ну, классный завтрак, допустим, из яиц или еще что-то. Там есть ли аудитория кондитеров, которые используют там яичный белок и так далее. То есть, сегментов много, и под каждый можно создать не рекламу напрямую, там, вот наши, там, яйца самые крутые, покупай, да? А речь идет о том, что вы можете разработать рецепты, красиво их там, ну, как, да, смак, то же самое, там, старая передача. Вот, и это фактически контент, в котором используется product placement. Да, ну, я и говорю, что это очень родственный вариант рекламы, какой-то нативочки такой, может быть. Из интересного, есть SMM-кейсы, да, там, агентств креативных именно. Здесь мы говорим больше про пользу, есть креативное решение. Не подскажу по названиям, но я видел такие решения, что есть там аккаунт, допустим, в соцсети, и каждый день выкладывается фотография, просто куска стали, только красиво в разрезе. Получается какой-то узор. И так как у нас в некоторых соцсетях есть эстеты, визуалы, которые любят наблюдать, у них видят там что-то такое. То есть перевод в искусство обычных каких-то производственных вещей. Да. Круто, согласен, да. То есть вариантов масса, и мы видим такой тренд, что если раньше производители, в основном те, кто работают с крупными заказами, рассматривали только выставки, да, там, армия 2022-10 миллионов, все, мы на стенде, то сейчас они смотрят в сторону и контента, и соцсетей, потому что производители сейчас закрывают потребность даже не только в рынках сбыта, как я это вижу. Сейчас в рынке сбыта, пожалуйста, высвобождаются целые ниши, конкуренты уходят. Наоборот, сейчас производителям нужны технологии и люди. И как раз где эти люди находятся? В соцсетях. Абсолютно точно. Соответственно, создавать что нужно людям, там, слесарь такого-то разряда приходи на столько денег зарплаты? Нет. Это не вовлекает людей. Нужно разработать какое-то позиционирование HR-бренды, как сейчас модно говорить. Нужно показать, что быть слесарем у нас круто. Да. Соответственно, что происходит дальше? Как-то вовлекают людей, проводят мероприятия, это все выкладывается в соцсети. То есть это все стратегии, направленные на то, чтобы сформировать отношение какое-то. Корпоративка слесарей. Ну, да. Почему нет? Вот, например, в моей голове, да, вот «Москвич», «Москвич» как автомобильный бренд, это что-то из старого для дедушки, который на дачу ей. Такое желтое, оранжевое какое-то вот такое. У меня у самого был 412-й, я помню, что это так. Соответственно, если, допустим, я собираюсь покупать автомобиль, у меня там есть, не знаю, сколько он стоит, полтора-два миллиона. Ну, да. Я такой думаю, вот круто будет, если я куплю «Москвич»? Нет. Мне так кажется. Да. На данный момент, судя по брендингу его, да, наверное. Что делают люди? Покупают китайцы. Хотя, де-факто, «Москвич» – это тот же китайец. Да. И вот разная задача решает маркетинг, но вот просто нужно понимать, что люди думают. Сейчас, мне кажется, очень сильно качается тема программистов, айтишников, что маркетологи – это на самом деле не айтишники. Они как-то связаны с маркетинговыми технологиями? Но все-таки айтишники – это разработчики именно. Ну, в чистом каком-то виде мы привыкли думать, что да. Хотя у нас вот на этом диване сидели руководители айти-компании, они говорили, «Нет, я не умею кодить, но я айтишник, поэтому они тоже пытаются своими приходом сюда и рассказом сместить вот этот вот вектор зрения, что это гораздо шире». И вот хотел довести мысль до конца, что очень активно у нас работают рекламы на то, чтобы прокачать вот эту тему, типа «Будь свободным, независимым, уедь на удаленку, там кайфуй, где-то, где солнце, а не холодно». Да. То есть, естественно, этому я думаю, что корпорации промышленные противостоят. они клевые программы делают для школьников, для студентов, там открытое производство на связи с Ярославской области. Вот поэтому, ну вот я вижу этот рынок так сейчас. Сейчас, на данный момент, вы как агентство, какой путь развития предлагаете, что является вот каким-то горячим предложением от вас? Давай немного об агентстве расскажу. Те, кто с нами не знаком, агентство называется у нас «Эвклид». Да. Мы основатели геометрии был такой. Да. В древней Греции. Ну вообще, с названием это отдельная история, такое небольшое пояснение. У нас раньше название было вообще «Зарядка». «Зарядка». Мы как-то сидели и думали, как нам называться в 2014 году. Это вот год основания. И я открыл просто, написал, какое самое популярное слово. И оказалось, что первое слово «блин», а второе слово «зарядка». В русском языке. Я такой, ну ладно, «зарядка», значит, но потом оказалось, что «зарядка» запатентованное имя, и его нельзя использовать. Это нам вот как раз подсказали юристы. И мы наняли нейминговое агентство, которое подобрало 20 вариантов, и оказалось, что вот «Евэ», «Евгений», «К» костров, и «Лид» это. «Лид» это потенциальный клиент. Да. «Эвклид» получилось. Мне очень понравилось, мы нашли домен там, двухбуквенный причем. Зарегистрировали. И вот про агентство. То есть получилось так, что первые наши клиенты это были производители. Это были рыбинские производители, ярославские. То есть, например, нам удалось поработать «Зао НИР». Это инструментальное производство. Немного поработали там с волжанином, немного поработали с русской механикой, поработали с мебельными фабриками. В Ярославской области поработали, в Ярославле, точнее, поработали с русской окраски, индустриальное производство. Все по производству. Да. И то есть, опыт был в разных сферах, но производство оказалось больше. И так получилось, что потом мы начали знакомиться с производителями по России. Нам удалось поработать с Химтрастом в Нижнекамске, там РПК с Ростовом-на-Дону, и по списку там пошло. Москва, другие города. И мы, когда думали о том, как развивать агентство дальше, нам понравилась стратегия нишевания, чтобы специализироваться на определенной отрасли. А то есть, даже отрасли производства какой-то конкретной? Или отрасль не является производством? Да, производство, но она, конечно, подразделяется. Есть химические производства, есть пищевые. Да, это разные уже подотрасли. Но вот сам факт, что с производителями у нас больше всего экспертизы, мы за это зацепились и решились вот так отстроиться. Почему? Потому что в России больше 10 тысяч агентств, которые так или иначе связаны с разработкой, интернет-маркетингом, какими-то такими вот услугами. И они для заказчика, особенно, который не обладает внутри себя культурой потребления этих услуг, они ничем неотличимы. То есть, как их можно выбрать? По названию. Либо рейтинг, репутация, отзывы, рекомендации, то есть, так называемый сарафан плюс какая-то медийность, где работает пиар фактически. Либо просто способом заплатил деньги, посмотрел. Да? Try and buy. Да. Соответственно, понимая, что на всех рынках тоже нельзя быть экспертом, мне нравится идея в том, что если профильный специалист, даже разработчик, поработал с банком, следующему банку, уже не надо будет объяснять, как эта сфера работа. Ну, естественно, он уже легче до него доносит свои, он говорит на его языке, можно так сказать. То есть, у него есть некое знание уже о бизнесе и о сфере. И также у нас, когда к нам приходит производитель, для него бонус, что мы уже погружены в рынок, например, B2B, то есть, когда у них рынки не конечных клиентов, а заказывают другие бизнесы. Мы говорим с коммерческой командой на одном языке, понимаем, сколько может длиться цикл сделки, как сложно готовиться проектный договор. То есть, многие специалисты, кто работают с конечными какими-то инструментами, например, Яндекс.Директ, ВКонтакте, реклама, они просто этих нюансов могут не понимать. Но они крутые спецы именно в инструментах. Мы же спецы именно в понимании стратегии, как работать с производителю. Я помню, была хорошая реклама у Альфа-банка, когда приезжал Чукча в офис, и они, в общем-то, тоже разговаривали на одном, когда моржа большой, и Чукча довольный. То есть, на одном языке вы говорите. Я хочу в этом подытожить. В чем все-таки предложение? Да, предложение в чем? Мы долгое время предлагали услугу создания системы входящей лиды генерации. Что это такое? Это когда есть производитель, и он в интернете имеет сайт, но по каким-то причинам поток вот этих потенциальных клиентов к нему сам не идет. У нас классическая схема работы коммерческого отдела производителя примерно такая. У нас есть клиентская база, мы по ней звоним, мы ездим на выставки, и у нас еще перед Новым годом наш менеджер по рекламе отправляет поздравительные открытки. Неплохо. Если посмотреть на рынки банка, автомобилей, фудтеха, каких угодно, у них маркетинг выстроен уже на уровне технологий, и этот уже рынок выстроен на уровне входящего маркетинга. То есть, производители у нас многие консервативные живут на тендерах и на госзаказах, и у них все хорошо. Но им не нужен такой, им не нужно добиваться до клиента. И мы долгое время им объясняли, что вот, ребят, вы же можете помимо этих инструментов еще подключить современные. Результатом этого будет, что, по сути, к вам клиенты будут сами обращаться. Не на всех это рынках работает, но где это хорошо работает, особенно в стройке, в поставке сырья и подобных рынках, где уже известно о продукте. И у нас это все очень со скрипом на самом деле до сих пор идет, потому что те технологии, которые мы используем для клиентов на нашем рынке, чтобы их привлечь к нам, не работают. Потому что они не знают, зачем это надо, надо формировать спрос, обучать, делать мероприятия и так далее. Замахнули на серьезные задачи. Да, то есть, наше спецпредложение сейчас это в первую очередь познакомиться и сделать совместный контент, так как контент-маркетинг рулит, я предлагаю производителям познакомиться и сделать интервью плюс экскурсию по предприятию. Мы это все упакуем профессионально в YouTube-ролик, ну или там ВКонтакте где-то разместим, где сейчас везде можно размещать. Зачем это нам нужно? Объясню. Мы бы хотели идти не от того, что мы сейчас больше всего научились делать, а от реальной потребности рынка. То есть, для нас будет здорово познакомиться с производителями, допустим, нам дадут специалиста по маркетингу, пиару, продажам, неважно, он нам покажет кратко, что можно показать по производству, и мы с ним посидим также в студии и поспрашиваем вопросы, которые по согласованию, разрешению нам можно спрашивать. То есть, узнаем, что производят, кому продают, какие сложности. Зачем мне это нужно? Я узнаю, что им надо. А что получит производитель? Он получит фактически размещение в интернете и пиар, который можно использовать как для найма новых сотрудников, как для самопрезентации и так далее. Мы этот канал еще пока никак не назвали, он у нас, вот только первое видео мы сняли на этой неделе, но я планирую заниматься им очень активно и мне это самому интересно. Также мы рассматриваем сейчас, у нас будут переговоры с известным производителем, пока не буду раскрывать скин. Мы увидели, что если поедешь сейчас из Рыбинска в Ярославль, ты увидишь рекламные щиты, баннеры. Открыли завод, ищем людей. Если поедешь по Рыбинску, вот наш сайт, ищем людей. Сейчас проблема, что нужно найти линейный персонал. мы с этим можем помочь. То есть, те технологии, которые мы использовали и используем для привлечения клиентов, мы можем использовать для привлечения сотрудников. То есть, так называемая, как сейчас это, кадровая лидогенерация, сейчас вырубаюсь на своем. Это нормально. Мне кажется, уже многие понимают, то есть, мы сейчас не агентство HR-маркетинга, мы не готовы разрабатывать какую-то масштабную HR-стратегию, мы в этом не профессионалы. Но, если у предприятия есть HR-специалист, кто за это отвечает, ему нужны руки, кто зайдет во Вконтакте, в Яндекс, в Телеграм, помимо сайтов работы, помимо нарушки. И сделает так, что к нему, к этому специалисту, допустим, кто разбирает заявки, входящие, хочу к вам на работу, придет, допустим, 100 новых заявок в месяц. Или там больше, в зависимости от потребности. Но плюс этого подхода, как я вижу, в том, что, во-первых, если ты занимаешься нарушкой, но это тяжело, хватить, допустим, ЦФО, прям по деньгам. Масштаб, конечно. Да. Ты можешь грамотно, таргетированно это делать в интернете, подключая хоть всю Россию. Я видел рекламу, сейчас, пожалуйста, в Елабугу приглашают специалистов по сборке беспилотников. Да. Вот, пожалуйста, я увидел это в ВКонтакте. Соответственно, пожалуйста, Яндекс.Директ, ВКонтакте, Телеграм открыты для того, чтобы, и по нашим оценкам, заявка такого специалиста колеблется от 50 рублей, это самое минимальное, что может быть. Это стоимость льда, да? Да, стоимость потенциального обращения, неразобранного, еще которого не потрогали люди, а просто вот он, я хочу к вам. Имя мое и телефон. Это что-то такое массовое, это что-то, я не знаю, там, в пятерочку кассиры. Я думаю, что вот 50, 100, 150 рублей может быть, что-то такое. До более высокоспециализированных, это до 1000 рублей. Но все равно, в любом случае, это какие-то разумные такие деньги, которые может потратить. В принципе, мне кажется, информации для производителей достаточно. Направление вовлечения, да, и упаковки их в контент, да, направление рассказа об их конкурентных преимуществах и услугах, и, я так понимаю, еще и HR некое ответвление, где вы можете HR-лиды, как правильно? Ну, вот устоявшееся название, которое я вижу сейчас, это кадровая лидогенерация. Кадровая лидогенерация. Она тоже возможна, так что, если есть потребность, то, пожалуйста, к Евгению Кострову. Да, то есть, мы разрабатываем стратегию, разрабатываем сайты и все делаем, все, что связано с трафиком, заявками, CRM, пожалуйста, все, что связано с продажами. Кстати, хотел еще такую штуку рассказать, почему мне нравится думать об агентстве, как о нишевом агентстве для производителей. Дело в том, что я верю, что когда-то ресурсы, которые мы успешно продаем на внешние рынки, так или иначе мы начнем эффективно использовать и для производства. То есть, мы уже это делаем, но клево, когда у тебя есть, ты продал и заработал. Гораздо сложнее из дерева сделать что-то, постараться там, что-то типа ИКей. Легче там срубить лес и продать его. Поэтому я верю. Перестаем быть ресурсоснабжающей компанией и страной. Остановимся страной, которая производит конечный продукт. Да, круто, что у нас есть эти ресурсы. Я верю, что настанет время производителей России, когда они не только будут талантливые инженеры, которые, слава богу, у нас есть, математики, физики и так далее, и слава богу, что они остаются с нами, но к ним, к этим гениям добавится еще такой Стив Джобс. То есть, есть возняк, условно, который придумал компьютеры Apple, и добавили гения маркетинга, который смог понять, а как это людям нужно, и как им это преподнести. Скоро, друзья мои, ждите российский iPhone от Евгения Кострова. Если вам интересно посотрудничать с нами по любым вопросам, пишите мне, и мы с вами договоримся, создадим клевый контент вместе, который будет интересен аудитории, а также по всем вопросам аудит, консультация, услуги, обращайтесь, мы всегда рады новым знакомством с производителями. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ